41-летняя певица Скарлетт, до прошлой недели известная под именем Шамиль Малкандуев, поделилась личной драмой. Семья совершившего каменкаут исполнителя Оскара не желает общаться с ним. Родственники первой транс-певицы России, как называет себя сама Скарлетт, настаивают, чтобы новоиспеченная женщина отказалась от рода и фамилии. Я вне контакта с родителями, пожаловалась звезда. Исполнитель хитов нулевых между мной и тобой и бег по острию ножа признался, что готов сменить документы при необходимости. Только один человек вправе лишить меня принадлежности к моей фамилии, это отец. Если он примет решение, что не хочет более меня знать, я публично сделаю это, пообещала экстравагантная блондинка. Скарлетт заверила, что все происходящее не пиар-акция, а ее жизнь. Моя принадлежность к женскому полу была во мне, насколько я помню, лет с трех. Мое сердце не находит покоя от того, что ее причина боли родителей сейчас, но я не могу спрятаться. Я не могу не быть собой, рассказал бывший парень из Нальчика. Поклонники постарались поддержать звезду. Родственники временами не желают видеть личность, отдельную от себя, не падай духом. Ты сильная женщина, цена свободы порой высока, но ее стоит заплатить, написали они. Нашлись и те, кому ближе позиция родственников музыканта. Бедные родители, ты рожден мужчиной, это разрушение себя, высказались некоторые подписчики. О каменкауте Шамиле Молкондуева стало известно на прошлой неделе. Он объявил себя трансгендерной женщиной в США, где и взял себе псевдоним Скарлетт Квинн. Живой Кен Родриго Алвес тоже решил сменить пол. Недавно он показал лицо после превращения в женщину. А мужчина из Курска сменил пол, чтобы не платить алименты.